Не жалея живота своего, шесть благовещенцев устроили голодовку на площади ОКЦ. Безбожная коровка. Благодаря бесснежной зиме в Преамурии должно снизиться число главных вредителей урожая картофеля. Вне формата. Хор детства покорил французов оперой «Королевский бутерброд». Уголовного кодекса о заведомо ложных сообщениях о терактах инициировали депутаты Госдумы. Ежегодно в стране регистрируют почти полторы тысячи подобных сообщений. При этом ни штраф до 200 тысяч рублей, ни срок до трех лет лжеминеров не пугал. Если законопроект вступит в силу, то за два и более ложных вызовов телефонному террористу придется выложить до двух миллионов рублей. А еще отсидеть в тюрьме. До семи лет. Шесть благовещенцев устроили голодовку на площади перед ОКЦ. Так горожане пытаются получить положенную им компенсацию процентов по ипотеке. Преамурия – один из немногих регионов, где действует региональная программа поддержки ипотечников. С 2009 года ее участниками стали 6 тысяч амурчан. Треть из них получила все причитающееся. Но с 2013 года начались перебои с выплатами. Подробности в сюжете. На бессрочную голодовку шесть из девяти ранее заявившихся участников вышли в хорошем настроении. И конкретной задачей получить до вечера средства, недовыплаченные им по региональной программе компенсации процентов по ипотеке. Это примерно по 100-200 тысяч на каждую семью. Сколько уже получили денег из бюджета, участники акции оставили в секрете. При себе остались и заготовленные плакаты с лозунгами. Развернуть их не дала полиция. Акция оказалась вне закона. В данный момент ваша незаконная акция подпадает под административную ответственность статьи 20.2 административного кодекса. Если вы сейчас это все примете и поймете все, и разойдетесь, то данная акция, можно сказать, закончена. Если вы будете продолжать свою акцию незаконную, то к вам будут приняты меры административного характера. Доводом полицейские голодающие не вняли. Рассказали, положенных компенсаций они не получали уже год. До этого программа работала исправно. Перебои с выплатами начались с 2013 года. Сначала наводнения, потом кризис, объясняют власти. В этом году бюджет региона недополучил более 1 миллиарда доходов. Долг перед 4 тысячами участников программы сегодня 800 миллионов. Власти просят об отсрочке. От своих обязательств субъект, от ранее принятых обязательств субъект не отказывается. Все принятые обязательства будут исполнены в полном объеме. Для того, чтобы осуществить выплаты, правительству нужно время. Начать выплаты обещают с февраля 2016 года. По поручению губернатора 100 миллионов на эту программу в бюджет уже заложили. Однако активисты не хотят идти на компромисс и ждать, как все остальные. Они требуют денег вне очереди. То, что из-за их ультиматума могут арестовать счета соцзащиты, и льготники, инвалиды и ветераны в общей сложности 370 тысяч амурчан останутся без выплат, их тоже не волнует. О инвалидах, малоимущих и детях должно заботиться правительство. Почему они перекладывают свои заботы и проблемы на нас? Почему мы должны их проблемы решать? Мы боремся только за свои права, то есть за наши деньги. Бороться за свои кровные дела достойное. Однако в данном случае компенсация все же больше приятный бонус, а не единственное средство к существованию. К тому же за организацию незаконной акции участникам придется ответить рублем. Размер ответственности определит суд. Его заседание отложили до того момента, как активисты найдут адвоката. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город». И к другим темам. Верховный суд разрешил арестовывать единственное жилье должников. На улице они при этом не окажутся, но продать квартиру и прописать в ней кого-то не смогут. Раньше суды отказывали в аресте. Ведь если единственную квартиру нельзя продать, значит и арестовывать ее незачем. Сами собственники при этом распоряжались активом как угодно. Благодаря новому постановлению, должник и члены его семьи могут пользоваться имуществом, но теряют возможность им оперировать, подарить, сдать, продать. Сначала придется рассчитаться с долгами. Аресту подлежат даже квартиры в совместной собственности, если доли в них не выделены. А вот землю, на которой стоит единственный дом должника, могут урезать и продать. Еще одна федеральная инициатива касается управляющих компаний. Теперь все их недоработки в виде мигающего света, грязного подъезда и неоперативного выезда на порыв вылетят в копеечку. Штрафы для управляек предусмотрят поправки в жилищный кодекс, что вступят в силу 28 декабря. До сих пор за некачественно выполненные работы собственник мог требовать только перерасчета. Теперь позволят выбирать между ним и штрафом. Сумма взысканий прописана законодательно. 30% от стоимости услуги за срок, в течение которого ее предоставляли некачественно. А вот если управляйка привыкла приписывать лишнее в квитках, потребитель может вернуть ровно половину от несправедливо начисленной суммы. Жаловаться на коммунальщиков следует в жилинспекцию. Лучше коллективно. Специалисты проведут проверку и сами передадут дело в суд. По итогам разбирательств собственник получит компенсацию. Но не на руки, а в счет начислений за следующий месяц. Один из пострадавших в воскресной аварии на Новотроицком шоссе пошел на поправку. Пациента перевели из реанимации в палату областной больницы. Еще четверо участников ДТП по-прежнему в тяжелом состоянии и находятся под пристальным контролем медиков. Напомним, в аварии, которая произошла на перекрестке Новотроицкого шоссе текстильной, вечером в воскресенье пострадали 8 человек. Двое, 7-летняя девочка и ее мама от полученных травм скончались. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В одной из соцсетей близкие пострадавших разместили обращение ко всем свидетелям аварии. Любую информацию от них ждут по телефону 8-965-671-21-55. В областной столице возросло число погибших в бытовых пожарах. Если в прошлом году огонь унес жизни девятерых, то в этом его жертвами стали 11 человек. Больше половины погибли за последние три месяца. В абсолютном большинстве случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Последний случай, плачевный такой, в начале ноября на улице Калинина при неосторожном обращении с огнем, а именно при курении в постели, погибло три человека. В группе риска употребляющий алкоголь безработные и неблагополучные семьи. Более 80% от всех погибших на момент пожара были пьяны. В целом за 11 месяцев этого года в городе произошло 250 пожаров. Десяти погорельцам предоставляли жилье в маневренном фонде. Циклон, о котором предупреждали метеорологи, скорее всего обойдет Благовещенск стороной. Продолжаем ждать снег. Главное, чтобы декабрь не постигла участь ноября, который по оценке специалистов стал самым бесснежным за последние 18 лет. Амурские аграрии тем временем надеются, что будущим летом рекорды будут ставить они по снижению численности главного картофельного вредителя – 28-точечной коровки. Подробности в эфире. Ну вот они, дядь, коровки. Вот две вместе ушли в зимовку. Одна вот в сторонке. Либо она потеряла пару, либо что-то у нее в личной жизни не ладится. Вот только сочувствовать бедняжке не стоит. Эпиляхна, так по-научному называется 28-точечная коровка, злейший враг амурских садоводов. Поселившись на Дальнем Востоке раньше людей, внешне безобидная насекомая приносит по два потомства за летом. При этом вредит урожаю она на протяжении всей жизни. От личинки до взрослого насекомого. 28-точечную коровку трудно называть божьей, потому что поступки она совершает совершенно безбожные. Она питается картофелем, другими культурами садовыми, бахчевыми, тыквы, ест огурцы. Однако в этом году природа встала на защиту амурских аграриев. Бесснежную зиму выжить смогут лишь порядка 10% от численности. Похожая картина была в Преамуре в конце 90-х. Так что прибегать к помощи химикатов садоводам летом, скорее всего, не придется. Во-первых, качество картофеля улучшается. В нем будет отсутствовать даже остаточное количество пестицидов. Раз. Второе, материальные затраты, естественно, снижаются садоводов. Впрочем, не все коровки одинаково вредны. Семиточечная или божья коровка, хоть и хищная, но настоящая подмога аграриев. Тля, клещи и другие паразиты – ее любимое лакомство. Так, в 20-х годах прошлого века она спасла от червеца урожая цитрусовых в Абхазии. Заманить такого охранника к себе на участок несложно. Достаточно лишь усадить его цветами и пряностями. Их запах притягивает насекомых, как магнит. И к другим темам. Благовещенским родителям предлагают пожаловаться на меркантильных педагогов. Городское управление образования открыло горячую линию по фактам незаконного сбора денег на школьные нужды. Звонки принимают ежедневно в рабочее время по телефону 237-556. Ряд обращений, которые поступили ранее, специалисты уже проверили. Так, в пятой школе учителю, организовавшему сбор средств на нужды класса, был сделан выговор. А в шестом лицее педагог, которая, по словам родителей, не допустила ребенка к тесту из-за незданных денег, уволилась по собственному желанию. В двух других школах 28-й и 2-й сообщения о незаконных сборах не подтвердились. В России запретят порошковый алкоголь и без суда будут блокировать сайты по продаже спиртного. Об этом говорится в дорожной карте по стабилизации ситуации на алкогольном рынке, утвержденной Кабинетом министров. Этот же документ должен ввести лицензирование производства и продажи в магазинах пивных напитков, сократить объемы розлива лекарственных спиртов, содержащих настоек во флаконы, а также ужесточить наказание за продажу алкоголя с рук. Всего в документе 23 пункта, которые нужно воплотить в жизнь до 2018 года. К этому сроку, благодаря запланированным мерам, потребление алкоголя в стране должно снизиться с 12 до 10,5 литров на душу населения. Откровениями о семейной жизни, цыганскими и грузинскими танцами и, конечно же, лиричными песнями удивляли зрителя супруги Макарские. Накануне Виктория и Антон дали живой концерт в столице Преамурья. Выступление супружеской пары длилось ровно два часа без перерыва. Репертуар концерта был разнообразным. Песни из популярных кинофильмов, мюзиклов и композиций, что для Макарских написали их друзья. А между произведениями зрители могли услышать рассказы супругов об их детстве и совместной жизни. Антон признался, что предложил Виктории стать его женой на третий день после знакомства. А Виктория сделала комплимент аристократическим ногам своего мужа. Также артисты снимали себя на телефоны зрителей и не скупились на объятия и поцелуи с поклонниками. А тем, кто хотел бы больше узнать о жизни трогательной пары, рекомендуем сразу после выпуска новостей не переключаться. Виктория и Антон гости сегодняшней рубрики «Лишний билетик». Хор детства угостил французских зрителей королевским бутербродом. С одноименной оперой ребята представили Благовещенск на международном фестивале «Россия. Европа молодая» в городе Марселе. С чем вокалисты вернулись домой, узнала наша съемочная группа. О временах, нравах и королевском завтраке 13-летняя Алена Новоселова на сцене размышляет как взрослая. Роль обязывает. Она у нее одна из ведущих в опере «Королевский бутерброд». Исполнять партии «Молочницы» для хорового вокалиста дело несложное. Гораздо сложнее при этом еще и играть. Это очень сложно, потому что, получается, у «Молочницы» было два хозяина. Это король и корова. И если она что-то сделает не так, хоть с какой-то стороны, она за это будет наказана. Конкурентов, можно так сказать, у меня было немало. Но, как сказать, упорство и труд помогают. Для хора детство исполнение оперы не формат. Однако это не помешало ребятам завоевать на конкурсе во Франции первое место. Ведь до идеального состояния выступления доводили в течение двух лет. В Благовещенск вернулись с медалями, дипломами и даже благодарственным письмом для губернатора Амурской области и мэра Благовещенска. Я думаю, что эти благодарственные письма, наверное, в знак уважения и признания, что от региона, именно от региона Амурской области, от города Благовещенска, поехал коллектив детский и, на наш взгляд и на взгляд жюри, достойно представил культуру исполнительства России. По приезде домой ребята занялись новым материалом – песней о любимом городе. Ее преподаватель и директор ЦДШИ написали вместе, ко дню рождения Благовещенска. Для наших телезрителей хор исполнил отрывок – эксклюзивно. В нашем сердце будешь ты всегда самым главным близким другом навеки. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город». На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, новости всегда в открытом доступе на tvgorod.rf. Связаться с новостной редакцией можно по номеру 524202. Приятного вечера! Смотрите нас снова! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!